Большинство прилавков все еще закрыты, но возобновление торговли на рынке в Буче знаменует возвращение к подобию нормальности для этого украинского города, который стал для всего мира синонимом военных преступлений. Магазины открываются понемногу. Возвращаются люди с маленькими детьми и собаками. Все почти как раньше. Город оживает. Бучу я вижу только здесь, но думаю, что и в других районах все меняется. Все оживает, и мы очень этому рады. Так что, как я говорю, если уже не видно руин, то возникает ощущение, что мы уже практически оправляемся от всего этого. Поначалу шок, а потом понимаешь, что это уже наша реалити, и нужно менять свою жизнь и жить там, где есть, как есть. Жизнь идет, а жить надо. Какая бы она ни была. Ну да, потому что если ты это не примешь, ты садишь с ума. Это точно. В восточной части Украины пока идут бои. Украинской армии удалось оттеснить российские войска от города Харькова, который находится недалеко от границы с РФ. В только что освобожденные районы потихоньку возвращаются местные жители. Им предстоит много работы. Пока что ничего нет. Ни работы, ни денег. Ничего нет. Будем, будем, будем что-то, ну же что-то там будем искать во дворе, какую-то сетку найдем. Будем как-то заделывать все это. Дыры эти все. Что-то будем делать. Первая леди Украины призвала Всемирную организацию здравоохранения помочь справиться с обширным кризисом психического здоровья в стране, предупредив, что последствия трехмесячной войны могут длиться десятилетиями. Мы рассчитываем на вашу экспертную поддержку, чтобы построить поистине уникальную, лучшую в мире службу психологической помощи. Да, у нас есть такие амбиции. И у нас есть амбиции сделать это быстро, чтобы вместе с победой в войне мы также одержали победу над горем, шоком и стрессом наших граждан. В Бородянке в Киевской области много разрушений. По словам местных властей, от некогда тихого, уютного пригорода столицы, не имеющего никаких военных объектов, почти ничего не осталось. А среди жителей есть и те, кто потерял своих детей в этой войне, так и те, чьи сыновья сейчас находятся на фронте. Там был снайпер. Мой сын шел в эту сторону. Он шел к укрытию. И ему выстрелили сзади, прямо в голову. В Бородянке работают спасатели и правоохранители. Планируется скоро открыть модульный городок для пострадавших от войны из четырех комплексов.